Всем большой привет! Сегодня у нас 30 декабря 2013 года и передаю вам большой привет с острова Пхукет, королевства Таиланда, где мы встречаем первый раз в жизни Новый год вне дома, а именно на экзотическом острове. Это видео я буду снимать на такой вот телефон. В принципе, качество этого видео должно быть хорошим, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. В этом видео хочу сделать акцент на те средства, которые я приобрела в Таиланде и которыми мы пользуемся. И причем они не очень дорогие, они, я бы сказала, очень дешевые. Обратите внимание на мой такой загар а-ля бинокль. Дело в том, что я была в очках и нахожусь на грани обгорания. Но на самом деле я не обгорела, просто либо может быть камера так искажает цвет моего загара, либо на самом деле я обладаю такой белой кожей, которая при загаре первые дни вот именно вот такого цвета, потом уже она приобретает обычный оттенок загара. Ну, как обычно, все, наверное, рум-туры, да, это будет такой небольшой рум-тур. Я свой рум-тур начну с ванной. Смотрите, обычная такая ванна, вот она я, как вы уже успели заметить. Фен, кстати, фен такой неплохой, в прошлый раз у нас был хуже фен. Обычный унитаз, смотрите, кстати, чистенький, да, достаточно. Душ, как я потом посмотрела, душ в обычном тайском стиле, и нам предлагали ванную, но мы отказались как-то от ванной, потому что вид с окна был не очень. Полотенце тут, в общем, всякие вещи у нас висят. Давайте посмотрим, что у нас тут в ванной. Ну, спонжики, понятно, крем 100 рецептов красоты для век, это понятно, я им пользуюсь постоянно. Мы прикупили вот такую вот пенку мужу для бритья, которая стоила 80 бат, и причем довольно-таки дорого мы ее, за дорого мы ее купили, можно было найти дешевле. То есть вашему мужчине пенку для бритья можно не брать, ее можно тут купить вообще за копейки. Ну, это мои средства из дома, это вот три средства, которые я наливала. Это умывалка от Эфраше, лосьон после бритья мужу я наливала, и скраб для тела от, по-моему, Органик Шоп. Что-то там Органик, в общем, им я не пользовалась ни разу. Как-то не дошли руки до него, а сейчас еще и кожа такая вся красная, и думаю, причиню ей большее какое-то раздражение. Резиночка моя тайская, которую я купила на пляже, и которая, нет, не резиночка, краб, и которая меня очень радует, классно держит, тоже стоит, по-моему, бат 20. Сразу скажу, кто не знает, 20 бат, там 100 бат, 1000 бат, это все равно что в рублях. Если 20 бат, я говорю, значит, это 20 рублей. Потом что приобрела? Приобрела зубную пасту отбеливающую, в общем, приобрела ее вчера, стоила она дорого, да, порядка 60 бат. И, на самом деле, зубная паста очень дешевая, и мне понравился вот этот вот дизайн, что я купила у вас буты белые зубы, посмотрим. Приобрела еще вот такую выгибную пасту, она уже подешевле шла, вот, по-моему, за 15 бат. Ну, попробуем тоже, если, допустим, мы ее здесь не воспользуемся, я обязательно возьму с собой. Потом хотела вам рассказать о бытовой химии, которую мы здесь приобрели. Посмотрите, это шампунь-пантин, который стоил 20 бат, и который черный. Да, это черный пантин, вот, посмотрите. Короче, у нас таких не продают, очень жаль. Вот такой черный пантин, именно для черных волос, по-моему, если я не ошибаюсь, long black шампунь. Короче, этот шампунь для темных волос, и чтобы ваши темные волосы, короче, блестели. Вот, посмотрите. Очень понравился этот шампунь, на самом деле, придает волоскам блеск, волосам, и прикольно пахнет, хорошо очищает голову, волосы. Смоя руки. Еще я приобрела вот такую маску для волос, которую приобретала в прошлом году при отдыхе. Эта маска мне очень понравилась. Это маска а-ля Sunsilk. В общем, совершенно отличается от масок Sunsilk, которые продают в России, и стоит вообще копейки, по-моему, 25 бат. И это у меня гель для душа Parrot Gold. В общем, вот так он выглядит. Natural Skin Renewal and Mild Shovel Cream. В общем, крем стоил, по-моему, бат 50, и он идет с fighting system, то есть отбеливающей системы. Ну, у них все тут продукты идут с отбеливающей системы, поскольку китайцы, они вообще, как бы, не понимают нас, почему мы приезжаем и загораем, поскольку у них сгорелые только рабы, которые работают на плантациях. Вот так вот. И они всячески пытаются оберегаться от солнышка и оберегать свою кожу, пользуются отбеливающими какими-то веществами, отбеливающими системами, чтобы выбелить свою кожу. И на пляже часто такая картина предстает, когда идет таяц, что-то продает, и просто он закутан. Заходят там у него леггинсы, или это штаны, или какая-то водолазка. Тут все шея вся закутана в каком-то шарфе, плюс шапка, плюс носки. В общем, такая жара и так таяця замутаны только для того, чтобы сохранить цвет своей кожи. И у них считается, что насколько у тебя белее кожа, настолько ты аристократичнее и богаче. Ну, в нашем отеле, кстати, наш отель называется Баан Корон Резорт. Пукет Баан Корон Резорт. Вот так вот он называется. Это у нас шампунь, который предназначен для того, чтобы мыть голову, мыть волосы. Но мы им не пользовались, я сразу скажу. Я открою дверь, кстати, у нас вот такая дверь, смотрите, она открывается в разные стороны, потому что мне уже не хватает сворода, честно говоря. Здесь у нас, значит, шапочки для головы, чтобы принимать душ. Палочки легенические. Также здесь было мыло, но мы его из Трайцеля. Вот оно тут лежит, такое мыло, и оно обалденно пахнет вкусно. Здесь мой журнал с России, Добрые Советы, который я так и не открывала. Не знаю, почему он тут лежит, пусть лежит. Это моя любимая палитра. Сразу видно, какими цветами я пользуюсь, только яркими. Почему-то хочется яркости. Моя косметичка и расческа. Если хотите посмотреть, что в этой косметичке, посмотрите видео до этого видео. В общем, всем я пользуюсь. Кстати, сегодня вот почему-то я не накрашена, так я каждый вечер, конечно, наношу макияж. И только скажу одно, что теней надо брать меньше, а больше всяких там карандашей подводных, чтобы не заморачиваться вообще с макияжем, чтобы макияж получался быстрым, и чтобы тени не осыпались. Ну, вот, наверное, вот эта вся бытовая химия, которая у меня тут есть. И это только часть. Поэтому, пойдемте. Сейчас я вам покажу еще, что находится в нашем отеле, в моем номере. В общем, ну, тут понятно. Здесь штучки всякие от кондиционера, регулировка кондиционера. В общем, это ключик. Вот, есть план эвакуации, наверное, или что-то еще. Вот. Потом, что у нас тут такая вот стенка прозрачная. Очень, кстати, удобная, и через нее проходит солнечный свет очень хорошо. Здесь у нас телефон, который работает внутри отеля. Кстати, не знаю, работает она по Таиланду или нет. Он, телефон по Таиланду или нет. Не пользовались. В общем, такой светильник. Обычно двуспальная кровать. Вот я ее вам полностью показывать не буду. Еще одна тумбочка. Шторки. Вот так вот немножко отсвечивает. Ну, вот так вот в нашу комнату выглядят вот такие шторы. И большое-большое окно снизу до вверху. Окно открывается очень легко. Здесь вот такой вот замочек. Ну, опять тут отсвечивает все. Ну, в общем, тут замочек, который может даже ребенок открыть. Сейчас я выйду на балкон, поснимаю на балконе. И на самом деле, может быть, я не буду ничего там говорить. Может быть, будут там соседи, дабы не вызывать какого-то интереса дополнительного. Я... Ну, сейчас сориентируемся. Нам очень понравился здесь вид из балкона. Вот так вот он выглядит. Здесь вещи сушатся. Здесь вот никого не отказалось. Наших соседей нет, прошу. И вот такой вот вид замечательный. Бассейн такой. Кстати, много отдыхающих с детьми. Пальмы. И все это 30 декабря. Давайте маленько увеличим. Ну, конечно, качество не очень. Давайте вот так. Вот такой замечательный вид. Я ухожу с балкона. И теперь дальше. Посмотрим, что в нашей комнате. Закрою его. Здесь такой диванчик, где мы раскладываем вещи, чтобы они не помялись. Телевизор. Ну, обычный такой стандартный телевизор. И, кстати, с русскоязычным каналом. Полотенца. Сумки. Баулы. И второе зеркало. Что мы имеем здесь? Ну, во-первых, это вот такой цветок, который мне подарили. Вернее, нам подарили на выставке орхидей. Мы туда ездили. Такой замечательный живой цветок. По-моему, это орхидея. И вот в таком, как бы, вот в такой водичке. Моя орхидея идет. Значит, здесь у нас фрукты. Это вот такие мини-мандаринчики. Обалденные. Они такие вкусные. У них очень и очень тоненькая кожура. Посмотрите, какая у них кожура. Вообще минимальная, суперская. И они очень сладкие. Это мангостины. Очень и очень вкусные. Они мягкие. И у них очень нежная, мягкая такая консистенция этих кладов. Потом, значит, у нас тут мой подарок лежит. Это жемчужный набор. Вот такой вот. Дело в том, что если вам необходим жемчуг, то вы можете его провести на Пхукете. Он идет у нас, по-моему, речной. Но согласитесь, если даже речной, а не какой-то там настоящий, то он очень и очень красивый. Посмотрите, не белый жемчуг, а такой а-ля Перло Негро. Ну, в общем, серый какой-то жемчуг, необычный, экзотический. Ну, вот это подарок мой муж мне подарил. Потом, что у нас еще тут есть? Вот такой вот бальзамчик для губ я прикупила в местном магазинчике. Никак не может фокус навести телефон. Ну, так попробую. Классный бальзам. Стоит копейки, по-моему, 20 бат. И классно увлажняет кожу губ. Кстати, если вы слышите какой-то шум, это кондиционер у нас работает. Поэтому сразу прошу прощения. Бальзамчик. Очень советую, пользуюсь вообще каждый день. Интересный запах у него. И бальзамчик классно увлажняет кожу губ. Вот такое средство я подсмотрела в видеообзоре об острове Пхукет, Оуков Казакет. И прикупила себе средство ВИД. Обалденное средство. В общем, хорошо удаляет где-то нежелательные волоски на вашем теле. Менее такой формат. Стоит, по-моему, 40 бат. Здесь у нас тайская симка. Здесь какие-то тайские меню. Я не знаю, мы их даже не смотрели. Потом мы прикупили вот такой алоэ гель. Мы пользуемся им после загара. Алоэ гель тоже прикольного качества. В общем, увлажняет кожу, как-то охлаждает ее, отвлекает после загара. И нам нравится. Вот, посмотрите, уже полтюбика мы использовали. В общем, я считаю, это показатель. Потом мы приобрели вот такое средство для снятия лака с ногтей. Вот у меня муж уже там посапывает. Коля! Коль! Не пропись. Вот такое средство для снятия лака с ногтей. Очень, кстати, дешевое и не так сильно пахнет ацетоном. Мне понравились такие жвачки. Жвачки здесь очень дешевые. Там по 10-12 бат. И очень-очень такие качественные, я бы сказала. Теперь хочу рассказать о вот таком средстве. Это на самом деле крем от загара с фактором SPF 35. И я приспособилась покупать вот такие крема именно для защиты кожи от солнечных лучей. В общем, нравится этот крем, фишка в том, что он очень плохо смывается даже гелем. В общем, ваша кожа защищена капитально от морской воды. И это средство не смоет просто так. Это мы сегодня купили на ксестрижку в местном супермаркете. Кофе. Кстати, это даже не кофе, а, наверное, горячий шоколад. Просто обалденного качества. Очень нравится. У нас такого в России нет. Это карта Пукета. Давайте я вам сейчас покажу карту и покажу, где мы находимся. Если найду. Так. Так, мы находимся где-то, где-то, где-то вот здесь вот. Вот. Это вот целый остров. Вот здесь мы находимся. Что еще вам показать? Ну, здесь вот у нас такой холодильничек. Здесь мы храним какие-то свои прибамбасы, свои напитки, которые покупаем вообще за копейки. Кстати, хочу вам показать вот такое средство. Наверное, не средство, а такое. М-150. Это такой энергетик, который стоит здесь 10 бат. Вот такой флакончик. И который, это натуральный Red Bull. Вот так вот скажу. Не буду много говорить. Вот. Это шампанское мандора, которое мы прикупили в Юте-Пре для встречи Нового года. Дальше у нас есть вот такой чайник, который классно работает, который мы вчера испробовали. Он функционирует. Вода. Воду мы каждый день ложат. Дело в том, что в Таиланде воду из-под крана пить нигде, нигде, нигде нельзя. И, наверное, это везде так. На любом курорте. Стакашки. Супчик мы тут пробовали для сравнения, но он оказался очень спаси, очень острый. Это леденцы для от боли в горле. Кстати, постоянно-постоянно их берем. Сигара. Муж решил побаловать себя сигарой. Кстати, какая-то там ароматная, я не знаю, спички, сигареты. Ну, это чисто мужская такая. Мужской взгляд на отдых. В общем, сейф. Очень понравилось то, что в номере есть сейф. У нас при отдыхе в Паттайе не было сейфа. Ну, код я вам показывать не буду. Просто как-то не хочется. Вот такой шкаф. Сумки. Кстати, может быть, в сумке у меня есть что-нибудь интересненькое. Да, здесь мокрый пляжик с пляжа. Потом что? Вот это вот новое средство. Новое средство? Нет. Это старое средство. Просто целый объем этого средства, которое я использую. Для защиты своей кожи от закара. Парео. Ну, и тут Невея. Кстати, вот эти вот кремики Невея. Здесь очень дешевые. Они стоят 120 рублей за один кремик. Фактор защитный 30. И приличные крема, качественные. Тоже хорошо спасали нашу кожу. Сейчас уже наша кожа меньше нуждается в этих барьерах солнечных. Ну, а здесь все то же самое. Жвачка тайская. Вот. И грязное белье, которое мы планируем отдать в прачку. Это вот наши русские, российские зимние вещи висят. Наши обувь. Ну, в общем. Вот такой наш тур. Пустьонки, мне очень нравится вообще наш отдых. Нравится отель. Пусть он, конечно, не идеальный. Свои в нем какие-то недостатки, заморочки. В нашем отеле присутствуют только завтраки. Хочу сказать, что поздравляю всех с Новым Годом, с наступающим. Всем огромный привет с острова Пхукет, с королевства Таиланд. Обязательно для вас завтра сниму какое-нибудь видео о том, где мы будем встречать Новый Год. Может быть, у вас будут какие-то пожелания съемки этого видео. Может быть, вам бы снять море, поскольку... Не море, а океан индийский, поскольку здесь два пляжа, Ката и Корон. И позвольте есть что снять. И, кстати, мы были на экскурсии на острове, где жил Робинзон Крузо. Представляете? Я там загорала с крабами. Вот так. В общем, пожалуйста, пишите свои комментарии. На этом я, наверное, останавливаю свое видео. В общем, не думайте, что я про вас забыла, что я не выкладываю видео. На самом деле я все выкладываю. И не пугайтесь моего вида, поскольку кожа у меня такая, я не обогорела. В общем, всем большой-большой привет. Всех целую, люблю, с наступающим. Пока, до скорых встреч.